Девушки отдыхают Постойте, там маяк. Если я доберусь, то буду в безопасности. Надеюсь, хоть подойти. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, я в классе. Все хорошо. Я в порядке. В свете и во тьме. В цвете и в контрасте. Итак, вы можете назвать фотографа, который идеально запечатлел человека в черно-белом? Я точно не спала. Да и не похоже это на сон. Странно. Диана Арбус. Арбус. Молодец, Виктория. Почему Арбус? Из-за безнадежности на ее лице. Ты чувствуешь угнетение, когда видишь грустные глаза матери и детей. Она вроде как видела человечество измученном. Это полная чушь. Чу-чу-чу-чу. Только никому не говорите. Если серьезно. Ведь каждого можно подкараулить в переулке и заснять момент отчаяния. Да и со мной вы можете такое сделать. Не слишком ли просто? Не слишком очевидно? А может, Арбус стою фотографировать людей, когда они кажутся прекрасными и невинными? У нее отличный вкус. И она могла бы выбрать другое направление. Должна признать, я не такая большая поклонница ее работ. Мне больше по душе Роберт Фрэнк. Согласен, Виктория. Он запечатлел Америку избитой в послевоенной обстановке. Но относительно экономики того времени она такой и была. Но вся прелесть в контрасте. Без горя не бывает радости. Поэтому Фрэнк и стал вдохновителем Керуака. И оба впоследствии стали великими хрониками 50-х. Итак, мы все видели шедевральный снимок Керуака с балкона. А если нет, то позор вам. Где он показывает романтическое уныние двадцать лет.